Самые активные женщины нашего города собираются на очередное заседание женсовета. Оно проходит в шестой раз. На повестке дня, как всегда, решение важных вопросов, которые касаются проблем женщин, детей, семьи. Мы сегодня собираемся, конечно, в преддверии 8 марта женского дня и когда же не собираться женсовету. Я хочу отдельно отметить, что ребята детского сада «Колокольчик», вот, сделали такие чудесные открытки, кричевая группа, они подписали эти открытки, очень трогательно. Спасибо им большое. Сегодня, кроме, конечно, теплых слов и поздравлений, мы сегодня обсудим еще несколько вопросов. Это будет обсуждаться вечер встречи поколений, мы хотим организовать такой вечер, на котором будут участвовать заслуженные женщины нашего города, принявшие активное участие в развитии экономики, науке и культуры. И будет обсуждаться вопрос клуба приемных семей. Этот вопрос уже давно стоит на повестке дня, он назрел, потому что достаточно много приемных родителей, и они, в общем-то, не объединены вместе, и каждый живет своей проблемой один на один. Нам бы хотелось их объединить. Посмотрим, что из этого выйдет. Также еще один вопрос, который члены женсовета планируют в ближайшее время изучить и попробовать перенять опыт в его решении – создание кризисного центра для женщин. Это те задачи, что поставлены на ближайшее будущее, но есть и уже реально выполненные дела. К примеру, горячая линия для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Или открывшаяся рубрика «Женские истории» в газете «Кумертавское время». Фотовыставка «Счастливое детство». Мы находимся в курсе событий тех, которые беспокоят женщин. Обычно женщины выражают все свои желания во время наших бесед и встреч. И, в общем-то, в принципе, у нас есть такая возможность помочь тем женщинам, которые в этом нуждаются. На самом деле вопросов, в решении которых хотелось бы принять участие членам женсовета, немало. Ведь женские сердца волнуют много проблем. Воспитание детей, сохранение семьи, досуг и самореализация женщин в обществе. И это далеко не весь перечень. А еще у них есть своя работа, которой они занимаются основное время. Но, несмотря на это, и для дел общественных стараются найти время. Екатерина Соломатина, Денис Тихонов. Новости.